Я вас приветствую. Иногда бывает так, что мы от чего-то бежим, от чего-то боимся, или говорим, что я так никогда не сделаю. И жизнь нас подстёгивает к тому, что возникает такая ситуация, или серьёзная, или смешливая, что мы оказываемся именно в той ситуации, которую избегали. Наверное, это действует потому, что мы даём волю своим страхам, и какие-то мысли настолько сильно нами управляют, что мы начинаем притягивать то, о чём больше думаем. И если мы больше думаем о том, что нас пугает, останавливает, блокирует, или «Ой, если будет этот человек, то у меня обязательно всё будет плохо, обязательно всё моё выступление пойдёт под откос, если этот человек придёт». Или если будет полнолуние. Или если трамвай не с тем номером придёт. Или если я опоздаю на автобус. Или если у меня порвутся носки. Как вы понимаете, причин для того, чтобы расстроиться, можно найти тысячи, сотни тысяч. Но также можно и найти себе счастливые причины. Очень важно то, что мы хотим найти. Ведь когда мы выступаем со сцены, мы из-за софитов очень плохо видим толпу, которая нас встречает. И мы можем себе надумать, что, например, люди на нас смотрят с осуждением, или наоборот, что люди смотрят на нас с улыбками и с букетами цветов. Как оно, на самом деле, мы узнаем в конце выступления, когда свет софитов станет поменьше. Или когда мы выйдем к зрителям. Но когда ты выступаешь, ты не видишь лиц каждого человека, потому что ты ослеплён софитами. И если ты выйдешь и начнёшь думать, что на тебя смотрят с осуждением, то это пустит волну ненужных переживаний. Пожалуйста, помните, если что-то вас пугает, придумать нужно для себя какой-то ответ. Если вы с этим столкнётесь, если такое случится, хотя бы в голове представьте себе это, чтобы снизить ту силу, которой вы наделили этот страх. Если вы не справляетесь сами, конечно, обратитесь к специалисту. Но, пожалуйста, помните, что всё в ваших руках.